Так, ну что, ребят, всем привет, сегодня обозреваем еще очередной старичок рынка, это у нас монета Вертш, XVG, да? На самом деле, одно из преимуществ его, то что у нас 100% монет в обороте, ну тут немножко циферки, как бы, я не знаю, либо не совсем точные, но написано, что 100% уже монет в циркуляции. Также данная монета у нас манится, да, и в принципе, ну уже домайнилась, скажем так, я так понимаю, уже. Если кто-то ее вдруг майнит, напишите в комментах, работает майнинг, либо нет, но, скорее всего, вряд ли, потому что уже все монеты намайнены, все монеты уже, может быть, не все вброшены в рынок, да, остались на кошельках, но, как бы, также было написано, что мы получали репорты от Вертже, что, соответственно, были, ну, короче, снятие средств с биржи Йобит, они, соответственно, были приостановлены, поэтому имейте в виду, ребят, эта биржа, конечно, рисковая отчасти. Вот, также она имеется на аппаратных кошельках, соответственно, на Atomic, на Exodus, на VergePay у них есть собственный кошелек, также у них есть собственная карточка, при помощи которой можно оплачивать там разные товары и услуги, можете зайти на сайт самостоятельно посмотреть. Приложения есть на Linux, на Mac, на iOS, на iPhone, то есть на Android, на Paper Wallet, есть бумажный даже кошелек, поэтому на Windows, ну, на все, то есть еще они имеют в своих, получается, партнерах, это у нас Travela, да, MobilePay, ну, вот такие же партнеры, кстати, я хочу напомнить, по тому же Dash, ну, по крайней мере, некоторые из них те же Travela, там и еще какие-то, вот, потом вот такие вот у них еще есть партнеры по Blockchain Business Magazine, там статья по ним была, там NowNotes, вот, упоминания у них были различные в различных статьях, то есть этим они тоже красуются, есть там Telegram, Facebook, ну, давайте зайдем вот тот же Facebook, там Twitter, вот, по поводу Twitter, у нас 330 тысячи пользователей, галочка у нас имеется, подтвержденный аккаунт, если глянуть, то на регулярной основе новости продолжают выкладываться, то есть у нас и обновление продолжается, вот какой-то Magento, там тоже какая-то, либо, не знаю, Available on Magento, не знаю, тоже какой-то платежное средство новое, добавленное, либо в новое приложение, вот, по поводу, соответственно, новостей в Telegram у нас, получается, 9500 пользователей, по поводу Facebook у нас 29 тысяч, ну, короче, практически 30 тысяч человек отметили, что нравится, но в Facebook, я так понял, они перестали постить, почему-то, не знаю, что, вот, но Twitter продолжают ввести, вот, по поводу, также есть у них Verge Explorer, в Verge Explorer можно посмотреть, сколько количество транзакций, блока, версия, там, и так далее, циркулирующий supply, и, в принципе, 100% монет в обороте, что делает данную криптовалюту тоже дефляционной, холдеров у нас сейчас 45500, если провод данную криптовалюту, это у нас, соответственно, ориентированная на конфиденциальность криптовалюты с ребрендингом, ранее называвшаяся DoggyCoinDark, вот этого я, кстати, не знал, но, опять же-таки, это не обычный DoggyCoin, а DoggyCoinDark, ну, я не знаю, щиток, не щиток, ну, опять же-таки, некоторые называют Verge щитком, ну, не знаю, посмотрим, то есть, я считаю, за счет дефляционной модели и 100% монет в обороте, она может, в принципе, подлететь на следующем бычьем цикле, и можно будет на ней заработать, ну, по поводу BRH, я сейчас поговорим, вот, и в 2013 и 2014 годах спрос на анонимные криптовалюты неуклонно рос, и, кстати, эта криптовалюта, в том числе, и анонимная, вот этого я не знал, вот, поскольку криптовалютные энтузиасты быстро осознали, что платежи в биткоинах сети не такие частные, как большинство инвесторов думало изначально, и в попытке решить эту проблему в сентябре 2014 года был создан DoggyCoinDark с двойной целью максимальной анонимности настоящая децентрализация, вот, ну, как вы понимаете, полностью децентрализированными децентрализированными криптовалюты все равно не могут быть, вот, и спустя почти два года после запуска DoggyCoinDark команда сменила бренд на Verge с теми же целями конфиденциальности и децентрализации, ну, инвесторы, вот, у нас, получается, Parallax Digital, Seed Venture Capital, давайте глянем, куда они еще инвестировали, в Civic инвестировали, в Decayette, в iOS, в Monero, тот же самый обзор был на канале Qtom, кстати, будет завтра разбор, так что ждите, V-Chain, все тоже завтра, XLM Stellar, ну, то есть, тоже популярные проекты, которые являются также старичками рынка, вот, по поводу supply schedule, ну, написано, что вот, якобы, у нас там наманиться должно было все до вот этого момента, да, ну, и, как видите, потом у нас ровно такая прямая линия, и, значит, что все монеты у нас уже будут в обороте, ну, 26-й год, это так, условно, отметка напечатана, ну, наманилось у нас все уже, я так понимаю, в 20-м, ну, может быть, максимум в 21-м году, поэтому напишите в комментах, кто в курсе по поводу кошельков, в принципе, показал, мобильный кошелек, там все кошельки имеются, по поводу Vendex, не знаю, по поводу Vendex, что значит Vendex, это, я так понимаю, где можно оплачивать данные криптовалюты, вот, поэтому, что еще, соответственно, вот, что еще по нему показать, по поводу новостей, по поводу новостей у нас тоже, видите, здесь на регулярной основе выкладывается, больше всего данная криптовалюта у нас, естественно, на Binance, ну, и давайте перейдем к графику, вот, ну, кто захочет более подробно изучить, зайдете, посмотрите там на сайте, посмотрите, изучите, ну, самая главная суть, что это анонимная криптовалюта, которая тоже является, как платежное средство на уровне с тем же Dash, то есть и Dash принимают много где, и причем практически те же компании, Vendex даже принимает большее количество компаний, чем тот же Dash, ну, либо на уровне, скажем так, вот, стоила она вообще сущая копье, понятное дело, пока она майнилась, она тут дала вообще какие-то бешеные проценты, понятное дело, может быть, до хаев никто не додержал, но, в целом, можно было тут 150 иксов заработать, ну, если даже вот здесь вы его покупали, там, можно было 8 иксов заработать, ну, то есть много, даже 80, да, 80, а там даже не 150, а 1000 иксов, вот, и за 2020 год, давайте глянем, сколько она дала, 30 иксов, то есть криптовалюта, она, понимаете, за счет того, что она мало стоит, и за счет того, что много монет в обороте было, ну, и сейчас даже капитализация у нас, несмотря на то, что она просила до отметок, получается, считай, коронадампа 2020 года, то у нас 50 миллионов оборот, и, в принципе, объем в день, это 3,5, ну, там, даже чуть больше миллиона долларов, и я считаю, это все равно достойно, то есть криптовалюта все равно работает, все равно не соскамилась и продолжает даже какие-то отскоки делать на те же там 2 икс в моменте. Вот, поэтому, ну, даже хорошо, не брать от низов, ну, здесь можно было 10-15 икс забрать, поэтому я считаю, криптовалюта достойна вашего внимания, плюс такие монеты легче всего пампить, потому что, ну, как бы, у них маленькая стоимость, и ее намного проще пропампить, чем тот же биткоин, ну, как с той же шибой, да, то есть, и такие криптовалюты, как видите, она пампилась 30 икс за 2 года, я считаю, это охренеть как много, то есть, немногие стоячки рынка дают такие профиты, вот. Ну, а по поводу, соответственно, заработок, заработков и уровней, где можно ее забрать, ну, то есть, я считаю, сейчас одна из самых идеальнейших точек для закупок, ну, то есть, одна из самых идеальнейших. Понятное дело, можно еще подождать вот эти вот отметки, когда мы там можем провалиться сюда, ну, опять же-таки, это если биток сходит там на те же 15 тысяч, я думаю, мы сюда запросто провалимся, да, вот. Следующий уровень у нас для остановки, это приблизительно вот здесь, вот, ну, опять же-таки, дадут эти отметки, либо не дадут, это под вопросом, поэтому, ну, вот эту зону, не знаю, дадут, либо не дадут, тут уже тоже такая сомнительная тема, ну, то есть, вот эта серая зона у нас такая, и не факт, что она у нас будет, поэтому, кто надеется там взять эти отметки, ну, не знаю, я все-таки не горячился бы и зашел бы по адекватным ценам, которые есть в том числе и сейчас, ну, а кто будет телиться там и думать, что, соответственно, ему там дадут откупить самое дно, ну, не знаю, я все-таки усомнился в этом, поэтому на текущем этапе мы уже хорошо скорректировались, здесь минус, получается, сколько там, давайте глянем, минус 95%, я считаю, это офигеть отсюда, это вообще-то минус 99, ну, окей, берем от вот этих хаев, что у нас было в 21 году, даже если мы спустимся сюда, вот как раз будет минус 98, и здесь это будет минус там 98-99, вот, поэтому я считаю, сейчас одна из самых идеальнейших точек, чтобы отбирать данную криптовалюту, многие в ней разуверились, но, опять же-таки, напоминаю, что здесь также имеется у нас вот эта нисходящая формация, которая сейчас повторяется практически по всем альтам, но она потом очень хорошо довольно-таки отрабатывает, и можно потом очень хорошо будет на этом всем заработать, когда вернется обратно бычий цикл, а напоминаю, что вполне может быть, что 20 тысяч это может быть и дно, ну, если нужен ролик по этому поводу, я тоже запишу его, опять же-таки, ну, некоторые, конечно, посмеялись, что вот там по тридцатке не было одно, ребят, ну, так у меня цель 100 тысяч плюс, вот, и я готов ждать, и я знаю, что альты выстрелят, я же не только биток закупаю, альты в том числе, вот, и я понимаю, что они выстрелят, и выстрелят, причем очень жестко, и будет вот такой вот вертикальный рост, а может даже еще и покруче, чем у нас было в 2017-2018 году, ну, или, по крайней мере, на уровне, вот, поэтому, ну, а кто считает, что, соответственно, это было глупостью закупаться, было бы глупостью, если все улетело бы, я бы жалел бы еще больше, то есть мы с тридцатки стартанули, вы бы потом бы залетали на хаях, а я бы уже закупился, как это было год назад, в том же мае, июне, июле месяце, 21-го года, вот, и многие потом, многие мне орали, что будет 20 тысяч, на 20 мы не сходили, ну, можно было заработать на альтах, на битке, многие не зашли, не заработали, ну, и по итогу, сколько они там, год, а то и полтора сидели вне рынка, ну, молодцы, что я могу сказать, вот, поэтому 20 иксов можно будет, когда мы вернемся сюда, ну, а если сходим на перехай, то 70, а то и там 80, а то и 100 иксов можно будет забрать, то есть это вообще охренеть, то есть вложив даже 100 долларов, ну, к примеру, даже 50 иксов мы дадим, это уже 5000 долларов, а если 10 тысяч долларов, если 1000 иксов, вот, поэтому я считаю, сейчас одна из самых идеальных зон подбирать данную монету, учитывайте, что иски по ней, конечно же, имеются, но за счет того, что 100% монет в обороте, я думаю, она себя еще покажет, плюс такие монеты легче всего пампить, вот, поэтому такой вот стоячок рынка на сегодня, а, ну, и, кстати, накопление, забыл сказать, после коррекции у нас уже идет, ну, чуть больше года, там, где-то 13-14 месяцев приблизительно, и плюс мы, кстати, хаи не переписали даже там, вот этого отскока, не то, что даже не переписали, даже не достигли их, поэтому я думаю, финальный был ран, по ней еще впереди, тем более, после того, как 100% монет у нас уже намайнено, и, я думаю, будет вброшено в рынок, все, всем удачи, всем пока!